Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о муниципальных выборах в Турции. Для этого у нас в гостях Ислам Кураев, Политок. Здравствуйте. Здравствуйте. В Казахстане с его, скажем так, системой маслехатов, промежуточных выборов, еще партийные списки, тема муниципальных выборов, она совсем не такая, как в Турции. Поэтому объясните, пожалуйста, почему это так важно и какие это, в принципе, несет последствия. На самом деле, если сравнивать Турцию и Казахстан, то системы, на самом деле, совсем разные. Ведь в Турции избираются не только, так сказать, условные маслехаты, ну и, конечно же, районные мэры, мэры области и мэры, как раз таки, крупных городов. И это все подразумевает в некую особую систему иерархической власти, где нижний не подчиняется верхнему. Турецкая система сложена так, что районный мэр условно не подчиняется условному тому же мэру города, в которой юрисдикции он как раз таки находится. Прошу прощения, у него, получается, есть круг обязанностей, да, как мэра района. Да. Но при этом у него нет вертикали подчинения мэру города. Да, он исключительно подчиняется и отчитывается перед народом. Кто его избрал, тому он и служит. Я прошу прощения, но ведь город это целостная структура. Как эта проблема решается? В данном случае есть определенные моменты, допустим, здания, условные дороги и так далее, которые входят в подчинение той же мэрии города и в нее, в эту структуру входят обязанности по определенным направлениям. То есть социальный сектор, как правило, это уже ложится роль на городскую мэрию. Что связано, допустим, с транспортом и так далее. внутри района, это уже занимаются районные, районная мэрия, так сказать. Там обустройство парков, дорог. Я прошу прощения, система водоснабжения, электроснабжения, городской транспорт тоже из района в район ходит? Да, но здесь уже занимается министерство транспорта, так сказать, которое курирует данный вопрос и уже совместно с теми или иными районами обговариваются вопросы. Да, ну схема очень сложная, не похожа на Казахстан. На самом деле это, да, уникальная система, даже в мире, по-моему, это, наверное, единственная такая. Еще там есть такой момент, то, что если выбрали мэра города, и при этом внутри имеется 24 района примерно, и из этих 24 районов выдвигаются представители в муниципальный совет, так сказать, местный маслехат. И этот местный маслехат может блокировать все инициативы мэра. То есть, получается, мэр победил, но неправят. И продолжен выполнять те решения, которые принимает маслехат. Это, как сказать, парламентская система на уровне города или области. Это на самом деле уникально. И поэтому турки очень озабочены теми или иными вопросами, они приходят на выборы. Для них очень важно, кто придет, будет руководить их районом. Допустим, есть такие моменты, даже более религиозный человек может выбрать, допустим, с атеистическим уклоном какого-то мэра. То есть, если у него программа соответствует тем или иным потребностям района. То есть, получается, структуры повседневности гораздо сильнее, чем политические пристрастия. Да, то есть, есть сторонники партийные, безусловно. Но при электорате 80 миллионов, условно, если, говорит, на выборы 60% населения идет, то это большая цифра. И поэтому мнения расходятся, интересы разные и в этническом плане, в религиозном плане, и потом в социальном. То есть, каждый выбирает то, что им по душе, на самом деле. Теперь вопрос. Как это влияет на власть президента Эрдогана? На самом деле, на Эрдогана никак не влияет, потому что вся, безусловно, иерархия власти зациклена на нем. Он сегодня ключевая фигура в новой политической системе Турции. И говорит то, что это навредит Эрдогану, либо его режиму, это крайне сложно. То есть, если его партия проиграет муниципальные выборы? Да, ну, она уже выиграла муниципальные выборы, но остались вопросы в определенных городах. То есть, сегодня озадачены тем вопросом, что в Стамбуле до сих пор не озвучены выборы. То есть, это самый большой город в Турции, и у него нет официальных результатов, кто выбор мэра. И главное, юмор заключается в том, что и от оппозиции, и от правящей партии вывешали баннера, то, что он победил. То есть, там два главных фаворитета? Да, кандидат, это бывший премьер-министр Турции Бен Али Елдырым, и от республиканской партии Имамуглу. А кто из них оппозиционер? Имамуглу оппозиционер. Бывший премьер-министр, это как раз-таки из коалиции Эрдогана. Он поверенный человек, свой, так сказать. И самый вот такой момент заключается в том, что до выборов был проведен в Стамбуле опрос, кого бы вы хотели видеть на посту мэра. Большая часть населения ответила то, что хотят видеть религиозного человека. И здесь такой момент, что Елдырым в данном плане, наверное, ну, он безусловно, если с Эрдогана партии, значит, исламистских настроений и так далее. Но подбор кандидата от оппозиционной партии очень удивил. Имамуглу, то есть имам это, так сказать, религиозный деятель, который находится в мечети. И сын имама переводится, да, так условно. И это же влияет на психологию. И поэтому он составил сильную конкуренцию. На самом деле, не сказать то, что такой яркий политический деятель на уровне своей партии, но он составил такую серьезную конкуренцию, даже, сказать, премьер-министру бывшему. Один вопрос. А, например, для премьер-министра, ну, по нашему понятию, это не зазорно быть акимом города республиканского пыщения в Турции, да? То есть это равноценные вещи. Ну, если тебя избирает народ, для них любая оппозиция, это на уровне, они за нее так держатся, то что нам еще этого не понять. И сейчас такая проблема сложилась, то что в Турции Эрдоган, то есть правящая партия подала иск в суд на то, что выборы прошли нечестно. Ну, сам юмор заключается, наверное, в том, что выборы действительно прошли как-то своеобразно и необычно. То есть максимальный уровень критики в обе стороны, поэтому мы видим какие-то непонятки. И правящая партия говорит то, что по их подсчетам они выиграли. В свою очередь оппозиция говорит то, что они выиграли. Но можно понять и тех, и других с тем условием, то что каждая из сторон имеет наблюдателей в каждом из избирательных пунктов. И по заключению, так сказать, выборов окончательный протокол, он фиксируется, заносится в данные и отправляется уже в партию. И тут же тоже подсчеты свои внутренние ведут. И значит, кто-то где-то ошибся, либо кто-то где-то кого-то обманул. Следовательно. И они вот сейчас будут на этом фоне судиться. Видите, Стамбул, понятно, это ключевой город Турции. А за какие еще крупные города ведется такая активная борьба? Вообще в Измире подчистую проиграла оппозиция. Измир, это тоже миллионник. Измир, это третий город в Турции. После Стамбула и Анкары. Стамбул, наверное, все-таки, даже если находится вся правящая элита в Анкаре, то Стамбул все равно это город номер один. Потом проиграли в Анкаре, но там тоже хотят судиться. Проиграла оппозиция в Анкаре? Нет, проиграла правящая партия. И оппозиция, главное, выиграла с преимущественным перевесом. И говорить, что там что-то не так, довольно сомнительно. Ну, не знаю, как они будут отстаивать свои интересы. В Измире все нормально. Еще есть такие города спорные, как Эски-Шахир. Он тоже в Блисе Анкары находится. Тоже крупный город. И как сложится там дело. Не знаю, подали ли иск в суд и так далее. Давайте еще уточним, наши зрители. Получается, сельскую местность Эрдоган и маленькие города выиграл полностью. Проблема с крупными городами. Да, Юго-Восток проиграл. И все, так сказать, вдоль Эгейского побережья, моря точнее, он все города проиграл. Это как-то связано с особенностью социальной политики Эрдогана? То есть он проводит в интересах одних и ущемляет других? Наверное, здесь не так, скорее всего. Почему за него голосуют более, так сказать, деревни, так сказать, условно, села. Там до Эрдогана вообще не было жизни, на самом деле. Он пришел с таким... В жизни, в нашем понимании, горячая вода, интернет. Да, да, поднять село главная цель. Он начал поднимать Юго-Восток. Даже удивительно то, что в преимущественно курдском населении он умудрился выиграть в городах, где, так сказать, 90% проживают курды. И это говорит о том, что он проводил там свою политику, и они его поддержали. А эта территория издавна была, как говорится, которая проголосовала за кемалистов. Они всю жизнь были за кемалистов, они такой засветский образ жизни. Они отторгают в большем смысле религию и так далее. То есть вы сказали, что по факту власть Эрдогана в новой турецкой политической реалии, она будет незыблемая. Но города все равно нужны в принципе, да, потому что они главные города страны. Да, ну, если возбудится уголовное дело в отношении какого-либо мэра, то его снимают с обязанностей до окончания разбирательства судебного. И на место отправляется поверенный человек. От центральных властей? От центральных властей. И на мой взгляд, сегодня, почему для Эрдогана важно заполучить вот эти именно крупные города, может, на фоне сирийских обострений, может, Турция введет войска, и нужно, чтобы, так сказать, районные городские власти были напрямую соединены с центральным аппаратом. И для этого, чтобы иметь связь, быстро реагировать, не входить в полемику и так далее. Ну, то есть, получается, контроль над территорией, он никуда не девается, вне зависимости от того, какая политическая система в данном государстве. Да, да, безусловно. Большое спасибо. У нас в гостях был Ислам Кураев. Мы говорили о муниципальных выборах в Турции. До свидания. До свидания.